Приветствую вас. Прочитал я ваше первое сообщение. Всю ветку не читал, достаточно много текстов. Вот. Значит, суть вашего сообщения в том, что психотерапевт хочет от вас отказаться. Ну, вообще-то говоря, речь об обязательствах, которые на себя психотерапевт взял. Если у вас такие отношения и такой тип психотерапии, где отказываться нельзя, то то, что делает психотерапевт, это лишь показатель его непрофессиональности. Если общее обязательство и тот вид психотерапии, который вы используете, действительно предполагает наличие отказа объективно, то психотерапевт действует прямо-таки в рамках своих права. И то, что вы говорите, что он от вас отказывается, и вам от этого больно, свидетельствует о том, что это для вас потенциал для личностного роста. То есть, необходимо понять, почему вам больно. Кроме того, психотерапевты бывают разными, и вполне вероятно, что ваш психотерапевт больше помочь вам уже не может. Но тот факт, что вы воспринимаете на свой счет, говорит о том, что А. У вас нет лишних границ. Б. Вы не уверены в себе. И вы, как вариант, вы тянетесь к кому-то, кого вы считаете выше себя. Это такая вот психотическая модель поведения. Да? Вот. Поэтому, я думаю, что здесь вам необходимо обратить внимание на это. Возможно имеет смысл сформулировать новый запрос, другой запрос, в котором ваш психотерапевт может помочь, и потихонечку, потихонечку вернуться опять к тому, о чем вы говорили. Изначально. На мой взгляд, специалист по отношению к вам поступает честно, понимая, что не может вам помочь. Он или она, я точно не помню. Она открыто говорит о том, что больше работать с вами не будет. Мне кажется, гораздо более честнее, чем если бы она продолжала с вами работать, не чувствуя, что может вам помочь. Вот. То, что специалист говорит, что ей тяжело с вами и так далее, это, к сожалению, не профессионально. Это, к сожалению, не профессионально и свидетельство, это о том, что ей требуется обратиться к супервизору для проработки своих собственных проблем. То есть, она, условно говоря, заразилась. Заразилась вашими проблемами. Такое со специалистами бывает. Я думаю, что если это то самое, то просто мы должны вообще перерывать, пусть она проходит к супервизору. Вот. И когда придёт в норму, спокойно продолжите с ней работать. Вот и всё. Тут, как бы, все мы люди и у каждого из нас есть определённые слабости. И, как бы, психологи в этом плане не исключено. Не исключено. Вот. Дальше. Значит, вот вы говорите, если психолог со мной не справляется, как я могу строить отношения с мужчинами? И у меня сразу вопрос, для чего вам строить отношения с мужчинами? Почему вы хотите строить отношения с мужчинами? Не ставите ли вы себя в зависимость, когда ваша цель – это другой человек, а не что-то выше, больше, глобально? Какое желание вы пытаетесь удовлетворить через построение отношений с мужчинами? Это вопрос, который вам нужно ответить. Ага. Который вам нужно ответить. Дальше. Подруги. Да? Что касается подруги. Здесь, скорее, важно то, что вас объединяет, что вас связывает, а не то, как устраивать с ними отношения. Мощи вообще надо изолировать. Нет, не надо. Были ли вы в таких таких ситуациях? Кто? Кто мы? Кто мы? Психологи? Странный вопрос. Специалистам. Вот. Психологи обказывали себя три атлету. Да, конечно, приходилось, когда ты видишь, что не можешь человеку помочь, когда ты видишь, что психотерапия не идёт, когда ты видишь, что клиент не твой, а ты не его психолог, ну зачем человека? Мучить. Да? Зачем человека мучить? Такое было. Поэтому это абсолютно нормальная история и как бы профессиональные отношения. Не стоит забывать, что у вас именно профессиональные отношения. И что, повторюсь, если не было оговоренного иного, то специалист в любом моменте имеет право совершить с вами отношения. Если у него нет материальных обязательств перед вами. Вот. Так что, мне кажется, здесь вы просто немножечко путаете профессиональные и уже личные отношения. Обязательно связано с тем, что у вас есть, вероятно, проблемы личной границы. Ну, я так думаю. Вот. Такое можно дать вам ответ. Надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрушится. Такое место. Такое место. Поехали.